Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Я, честно говоря, думаю, что здесь есть некоторое второе дно, потому что я думаю, что в каком-то виде контакты в рамках ОБСЕ, в рамках международного европейского формата последничества осталось. Я думаю, что заявление Лаврова связано прежде всего с ситуацией в Украине, прежде всего с противостоянием с Западом, которое, в общем, докатилось и до карабахского регулирования. Но я думаю, что все равно карабахского регулирования остается той, может быть, последней точкой, в которой Запад и Россия не находятся в режиме конфронтации. Я думаю, что они по-прежнему работают в данном случае, дополняя друг друга, без особых конфликтов, потому что, в принципе, я не вижу особо каких-то поводов для разночтения разногласий в этом вопросе. Вероятно, что вы в курсе. Что касается минской группы, да, я думаю, что это может быть началом либо ее конца, либо началом какого-то переформатирования этого мероприятия. Вероятно, что вы в курсе. Накануне состоялась встреча Николы Пашиняна и Ильхама Али в Брюсселе под патронажем Шарны Мишеля. И по окончанию этой встречи были оговорены детали дальнейших действий по подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Были достигнуты соглашения по так называемой демаркации и делимитации границы. Ну, на брюссельской встрече не было сказано ни слова о Нагорном Карабахе и об этом конфликте. Что это может обозначать? Может ли это значить, что Европа закрыла вопрос, связанный с конфликтом в Нагорном Карабахе? Или это монополия русской стороны и в Европе это понимают очень хорошо? Что вы думаете? Я думаю, что упоминание Нагорного Карабаха в контексте переговоров в Брюсселе означало бы их полный провал и полную бессмысленность этой встречи, которая и так, честно говоря, была далека от какого-то, от верха какой-то гармонии. Я думаю, что речь идет о неких рамочных конструкциях для мирного договора, неких рамочных конструкциях по договоренностям о демаркации границы, которые... эти рамки достаточно широки и достаточно расплывчатые, чтобы портить этот разговор темой Карабах, которая сводит на нет все усилия. Потому что как только одна из них произнесет эти заветные слова, оба участника переговора должны были встать и уйти из-за слова. Поэтому я думаю, что это некое предварительное условие для того, чтобы встреча, во-первых, состоялась, чтобы можно было обсудить... Чтобы можно было обсудить то, что можно обсуждать в формате китайской формулы, лучше вести переговоры, чем не вести переговоры. И в этом смысле я думаю, что встреча удалась, и всем удалось избежать риска ее срыва. Кстати, не упоминание словосочетания Нагорный Карабах азербайджанская сторона посчитала дипломатической победой в Брюсселе, но российский министр Лавров на сегодняшней встрече не разу упоминал Нагорный Карабах именно в таком ключе, говоря именно о конфликте сторон. Так что это может обозначать? Россия в любом случае считает, что Нагорно-Карабахский конфликт не урегулирован. И нужно ли России, чтобы этот конфликт оставался таковым еще очень долгое время? Как вы думаете? Я думаю, что Россия исходит из той реальности, которая сложилась. Нагорно-Карабахский конфликт не урегулирован. Из этой реальности исходят на самом деле все, как бы ее ни называли и как бы ее ни формулировали. Потому что даже Баку, который говорит о том, что он урегулирован и закрыт, на самом деле понимает, что он не закрыт, потому что иначе разговоры бы говорить было бы не о чем. И совершенно непонятно, что бы там делали миротворцы. А миротворцы там остаются. И остаются в том числе и согласия Баку, и, я думаю, согласия Анкары. Потому что это другая тема для разговора, это другой сюжет, который, собственно, к Карабаху имеет отношение весьма посредованное. Но я не думаю, что то, что Лавров поминал на городе Карабах, а стороны переговоров в Брюсселе не упоминали, говорят в каком-то конфликте. Я продолжаю сказать не с того, что это последнее место на Земле, где Россия и Запад не конфронтируют друг с другом, а работают, дополняют друг друга, делятся достаточно удачно и четко, делят полномочия и делят, самое главное, темы и жанры переговоров и регулирования, не вторгаясь на территорию друг друга. Поэтому не случайно Брюсселе были доверены гуманитарные вопросы. А что касается делимитации и демаркации и принципиальных вопросов регулирования, в общем, участники переговоров затронули скорее в будущем времени и со слагателем наклонения, как бы торжественно это ни звучало. И самое главное, состав участников переговоров, потому что ни Баку, ни Ереван в Брюсселе не думали позволить себе ничего такого, что не имелось бы в виду для дальнейших объяснений и противоречий с Москвой. Так что все это, думаю, в рамках, ну скажем так, четырехсторонних договоренностей, которые пока всех устраивают, поскольку, в общем, продвигаться пока особо некуда. Кстати, о союзнических отношениях. Могла ли Россия использовать армянскую сторону, в том числе используя Нагорно-Карабахский конфликт, чтобы заставить западные страны, Соединенные Штаты Америки, в особенности сесть с Кремлем за стол переговоров? Ну, я думаю, что при всем уважении к масштабам проблемы, она все же не такова, чтобы каким-то образом стать более-менее серьезной гирькой в нынешних разыгрываемых балансах. Думаю, что нет. Думаю, что эта тема для всех участников сейчас достаточно периферийна. Что может последовать с западной стороны после заявления Лаврова о том, что минская группа де-факто не существует? Может ли это быть еще одной возможностью для России убедить Вашингтон начать хоть какой-то диалог с Москвой? И не важно, что это будет касаться Нагорного Карабаха, хотя бы на уровне такого регионального маленького конфликта, скажем так. Что вы думаете? Ну, я думаю, что минская группа была действительно удобной площадкой для каких-то неформальных встреч на некарабахскую тему, как я, в общем, сильно подозреваю. Ну, да, конечно, неприятно, что эта площадка исчезла, но она, в общем, себя довольно долго изживала. И среди всех потерь, которые переживает мир сегодня, я думаю, это не самое значительное. Это можно пережить. Тем более, что таких площадок менее формальных, менее явных можно напридумывать и найти себя сегодня как угодно и где угодно. Господин Дувнов, вы очень хорошо знаете и Россию, и, в принципе, постсоветские страны, страны СНГ. Что вы думаете, в чьих руках находится ключ к решению Нагорно-Карабахского конфликта в этот период времени? Может ли Европа или Запад привести свой вклад в это дело? Или же Россия остается единоличным, скажем так, монополистом в этом вопросе? Я думаю, что Россия достаточно влиятельна в этом вопросе, но мне кажется, что здесь надо разделить, собственно говоря, драмеровую тематику. Если мы говорим об урегулировании между Азербайджаном и Арменией, то это дело рук самих Азербайджана и Армении на большую долю, на большой процент. Я думаю, что контрольный пакет регулирования находится в руках Баку и Еревана. Как они между собой упадели, это другой вопрос, но я думаю, что прежде всего это их вопрос. И я думаю, что всех, кто участвует в этом регулировании, большинство тех вариантов, которые могли бы устроить Баку и Ереван, в принципе, устроил. Потому что, скажем, Москву не интересует, как я уже говорил, не интересует мир или война между Арменией и Азербайджаном, статусом Агрого Карабаха и так далее. Это все для нее достаточно вторичный вопрос. Первичное для нее то, что происходит на юге Армении, на севере Турции, в этом большом-большом хабе, и нужно контролировать этот регион. Для того, чтобы его контролировать более эффективно, ей нужно спокойствие в этом регионе, чтобы можно было нормально общаться и с Баку, и с Ереваном, и с Сегераном, и с Анкарой. И для этого нужен мир. Какой ценой? Это во многом вопрос к Армении и к Азербайджану. Скажу крабольную вещь. Мне кажется, что больше сейчас это вопрос к Армению. Кстати, вопрос в этом ключе. Понятно ли вам вообще политика армянской стороны? Я уверен, что вы наблюдаете за ней. Которая ведется сейчас в контексте российско-украинского конфликта. Может ли нейтралитет Армении в некоторых вопросах и в голосованиях в ООН принести желаемый результат? Или все же вопрос будет решен после окончания войны в Украине за счет Армении и в пользу Азербайджана и России? Ну, я не возьму на себя смелость сказать, что я понимаю политику Еревану сегодня, как вообще политику Москвы или еще чего бы то ни было. Мне кажется, что, как-то не обидно звучит, но то, что мы называем сегодня нейтралитетом Армении, это сродни тому, что мы раньше называли ее комплементарность, ее политики. Я думаю, что это некие такие лукавые формулы, лукавые ровно в той степени, в которой делегация Армении и Азербайджана дружно выходит покурить в момент голосования по вопросу российского члена строительства права человека в ООН. Это какие-то вот такие вот игры, какие-то формулы, в которых, на самом деле, никто не виноват, но просто все вынуждены играть по этим странным правилам. И которые, на самом деле, являются набором неких символов, которые, на самом деле, ничего не решают. Да, Армения формально занимает нейтральную позицию, и формально Россия к этой нейтральной позиции относится с уважением, ровно так же себя ведет Баку, и, в общем, Москва ни на чем, ни в чем здесь не настаивает. Но есть какие-то правила игры, которые диктуют и Россия и запад обеим сторонам, поэтому, смотрите, ни Баку, ни Еревану не составляет труда эти правила игры соблюдать и называть это, каким-то серьезным словом, нейтралитет, который, на самом деле, ничего не стоит. Я не думаю, что это может каким-то образом повлиять на исход карабахской проблем. Я не думаю, что это вообще имеет отношение к карабахской проблеме, потому что в ней задействованы абсолютно независящие от других центров сил, от других театров, глобальных театров сюжеты. Вот это отдельный сюжет, который никак с ними, на мой взгляд, не связан. Ну, если только не считать связью, ну, вот, там, скажем, наступление на порух до азербайджанской стороны, а которое, конечно же, связано с тем, что у России проблемы в Украине. Но я не думаю, что в данном случае, вот, на нынешнем этапе мы можем наблюдать что-то более значительное или более судьбоносное, да, как говорилось раньше, для решения карабахского конфликта. Господин Дувнов, в контексте украинского конфликта может ли что-то радикально измениться в регионе, если, скажем, Россия не достигнет своих целей в Украине? И возможно ли это вообще, что вы думаете? Это очень трудный вопрос, по крайней мере, я не знаю ответа на него, хотя бы потому, что для того, чтобы на него ответить, нужно ответить на много других вопросов перед ним. Что значит Россия не достигнет своих целей? В какой степени она их не достигнет? А что после этого будет самой России? А как отреагирует на эту власть в самой России? И как сложатся после этого отношения России и Запада? А будет ли Запад добиваться смещения путинского режима в России? А как он будет себя выстраивать отношения с этим послевоенным режимом? В случае, если Россия не добьется своих целей. Пока мы не знаем ответы на эти вопросы, а я вот опять же не возьму на себя смелости как-то моделировать ответы на эти вопросы. Но пока этих ответов не будет, то мы, конечно, не можем знать, как-то отразиться на регионе. И заключительный вопрос, если вы не против. Миф ли создания СССР-2 или это реальная глобальная цель Российской Федерации на этот момент? Да, я думаю, что это миф в квадрате, потому что вообще не вижу ни одну сторону, кроме каких-то совсем замшелых коммунистов, которых могла бы эту тему хоть как-то заинтересовать. Продолжение следует... Продолжение следует...